всех приветствует отвертка канал домашнего мастера и наш партнер сайт гагаджи точка ком не скучно сайта техники сегодня хороший вопрос как собрать игровой персональный компьютер за тысячу баксов а это как раз вот именно хорошая сумма и вот за эту сумму вечно зеленых тысячу баксов можно собрать в наше время уже по-настоящему игровой персональный компьютер без каких-либо оговорок на вторичный рынок и так далее процеки core i5 видеокарты radeon rix 6600 например и так далее позволит играть на высоких настройках в игрушках вот как то так остальные компоненты у нас будут довольно таки неплохие высокочастотная память например ssd формата m2 блоки питания сертифицированы и так далее так что давайте сегодня мы соберем себе интересный аппарат за тысячу баксов поехали и так как всегда мы начинаем сбор нашего компьютера затышу баксов с процессоров всегда от них пляшем и так intel core i5 12 400 f бокс боксированный процессор чтобы поиграть и поработать и так данный аппарат это младший процессор семейства core i5 12 версии обладает шестью мощными физическими ядрами golden cove и 12 виртуальными потоками хипер трейдинг но он лишен дополнительных энергоэффективных ядер grace mount но это уже прерогатива старшего поколения а и 5 12 600к этот аппарат у нас умеет работать как с классической оперативной памятью dr4 скорость 3200 а так и с прогрессивной новой которая давеча у нас только появилась ddr5 4800 и с плюсом но при чрезмерном разгоне памяти произойдет принудительное переключение на синхронный режим gear 2 что частично нивелирует прирост быстродействия так что бежать нам куда-то не надо и так объем кэша l3 у core i5 12 400 f составляет солидный 18 мегабайт что все-таки больше двух прошлых поколений от intel а там стояла 12 мегабайт но все же меньше чем у md у мдшки 32 мегабайта технология turbo boost автоматически разгонять процек до 4,4 гигагерца при этом теплое выделение повышается 65 до 117 ватт нормально система охлаждения справляется обновленный боксовый кулер intel ламинар с медной сердцевины здесь как нельзя кстати скажу следующее последнее время наши intel и начали выпускать кулеры без медной сердцевины вспоминаем старые добрые времена целерончиков и так далее там их по умолчанию стоял медная стояла медная сердцевина сейчас intel а немножко шутят по этому вопросу здесь у нас медная сердцевина имеется и так де юре вручную разгонять по множителю i5 12 400 f нельзя но де-факто на некоторых материнских платах без шестьсот шестьдесятых доступен over locking по шине в этом случае уже обязательно потребуется башенный кулер или водяное охлаждение тут такое дело и так плюсы данного процессора 6 ядер 12 потоков прекрасно совместимы с памятью ddr4 и ddr5 это на будущее авторазгон turbo boost и неофициальная ручной разгон по шине как-то так но и кулер у нас комплекте имеется причина чтобы не покупать вы подумаете когда у вас много мониторов это нет встроенной видеокарты а так довольно-таки хороший процик берем его ну а теперь выбираем материнскую плату это биостар би шестьсот шестьдесят джетти q это средняя размерная материнская плата формата микро tx на сокете лжа 1700 для проциков intel текущего двенадцатого поколения ну и нового тринадцатого поколения она обладает есть гораздо уже лучше обладает мощная двадцатифазной системы питания с радиаторами на мосфетах и кожухом интерфейсной панели светодиодиков тут хватает все у нас переливается настраивается освещение с помощью фирменное приложение биостара также посвечивается радиатор на чипсете би шестьсот шестьдесят который позволяет разгонять оперативу ddr4 до 5000 мегагерц и неофициально процессор по шине идем далее видео карточные слоты x16 армированы металлом это хорошая штука якобы там она защищает от каких-либо помех и так далее увеличивает а механическую прочность это тоже правильно разъемы m2 для ssd pci express 4.0 оснащены лекосъемными радиаторами это хорошо третий слот m2 укороченный он у нас предназначен для вай-фай адаптера звука подсистемы восьмиканальная реалтековская а л си 1220 с якобы японскими конденсаторами и сетевуха достойная 2 и 5 гигабит контроллер реалтек у нас rtl 8125 бит с гроза защиты ребятки гроза защита все ерунда гроза прилетает она не смотрит есть там защита или нет а видео выходы тут правильные все цифровые и зиме 9 и дисплей порт а при наличии конечно правильный правильного процека видео куча юсб портов высокоскоростные 3.2 gen 2 ездить 10 гигабитные и тайп си у нас тоже присутствует и так плюсы данной материнской платы это хорошее питание 20 фазная разгон озы ушки до 5000 мегагерц армированные слоты для видеокарт скоростные ssd пися экспресс 4.0 скоростной и ethernet 2 и 5 гигабита ну и скоростные юсб порты с наличием type-c причины чтобы не покупать нет wi-fi адаптера в комплекте но если хотите скоро все-таки подключайте по проводам гораздо будет лучше идем далее ну а теперь мы должны выбрать память сайт gaga g.com выбрал viper steel ddr4 со скоростью 4000 мегагерц оперативка с однокнопочным разгоном и так данная память это парный комплект у зо от геймерского суббренда patriot memory суммарный объем 16 гигабайт и частота 4000 мегагерц офигительная вещь офигительно вот сама то если честно и по количеству памяти 16 и по скорости оптимально подходит для проциков intel core 10 12 поколений а также для райзена 4000 или 5000 имеется куча xmp настроек своих так сказать прошивок и так далее и тому подобное для разгона очень так сказать карты то есть эти планки подходят так что здесь куча настроек имеется металлические радиаторы здесь правильно толстостенные они выдержат так сказать все разгоны что еще можно сказать высота небольшая они не будут конфликтовать с башенным процессорным кулером существует еще у нас такие планочки с подсветкой это у нас на любителя и так плюсы данных плана к памяти это готовый двухканальный комплект два вшитых xmp профиля на 3 866 и 4000 мегагерц а низкий тайминг и напряжение и правильные низкопрофильные радиаторы кому хочется купить со светящимся это уже совершенно другая история они у нас есть так память выбрали идем далее ну а теперь видеокарта это очень важная вещь а срок радеон rx6600x challenger d видеокарта для qd и так пожалуй именно начиная с радеона rx6600x можно писать без потери комфортной частоты кадров повышать разрешение экрана с full hd да уже более четкого 2 560 на 1440 модификация а срок челлендж d имеет множество отличительных особенностей это и усиленная подсистема питания которая состоит из цифровых транзисторов японского японских конденсаторов и так далее и полу пассивная система охлаждения когда пара вентиляторов полностью останавливается останавливать свое вращение во время простоя персонального компьютера дополнительная система охлаждения металлическим big play там который позволяет выполняет роль ребра жесткости это тоже неплохо они поскупились также на термопасту с наночастицами металла и долговечными термо прокладками разумеется присутствие присутствует все фирменные программные технологии от amd это обновленная fsr 2.0 для повышения fps путем умного апскейлинга в поддерживаемых играх рис для апскейлинга на уровне драйвера в любых даже старых играх direct x у нас правильные имеется для отрисовки реалистических отражений так что видеокарта довольно таки неплохая плюсы данной видеокарты это 8 гигабайт видеопамяти достаточная для разрешения 2 и 5к производительность по любому полу пассивное охлаждение металлический big plate интересное решение ну минус если вы закоренелый фонат видеокарт geforce nvidia это так сказать не ваша видеокарта идем далее продвигаемся далее по нашему видео накопитель это уже важная вещь и так сайт gaga.com выбрал patriot p300 1 терабайт уже быстрый но еще холодный ssd и так данный аппарат один из самых доступных твердотельных накопителей современного формата m2 nvme объемом 1 терабайт причем пользователю видимы полные 1 терабайт то есть 1024 гигабайт они 960 тут плюс-минус тут кому как когда часть объема зарезервирована под системные или сервисные нужды лучше бы например было бы 960 чтобы уже под сервис под 30 процентов было отведено чтобы уже не заботились но у нас здесь вы дешевизна и так работает по шине пися экспресс 3.0 на 4 поэтому совместим с преобладающим большинством современных настольных компьютеров и ноутбуков то есть четверочки 4.0 тут нет потому что у нас все-таки цена прижимает ты шубаксов и так скорость чтения 2 100 записи 1650 на практике немножко побыстрее этого будет хватать вы увидите по сравнению с саташными накопителями конечно существует и более быстрые ssd но стоит они ощутимо дороже и греете сильнее нуждаясь в толстом радиаторе и так далее да по цене сразу у нас идет прыжок вперед тогда как вот патриот наш p300 относительно холодные обе модели контроллеров которые могут в нем применяться файсом и 13t и sm2263 xd обладает собственными интегрированными узы у буферами это позволило отказаться от отдельного чипа и тем самым существенно снизить себестоимость данного данного накопителя отличаются контроллеры по сути лишь алгоритмом виртуального slc кэширования что среднестатистическому пользователю повседневной работе вообще не заметно у нас все-таки тысячи баксов и так плюсы данного накопителя довольно таки высокая скорость чтения и записи при умеренном нагреве он подходит для настольных персональных компьютеров и ноутбуков низкая цена в перерасчете на гигабайт причины чтобы не купу не покупать данный накопитель если ваш пк понимает только формат m2 sata ну тут конечно некуда вставлять и нечем читать так что накопитель мы выбрали ну для хорошего персонального компьютера нужен хороший блок питания чифтек task tps 600 с он не боится перепадов напряжения но в большинстве случаев все современные блоки питания не боятся больших перепадов напряжения и так данный блок питания это недорогой блок питания мощностью 600 ватт сертификатом энергоэффективности 80 класс бронза это означает что коэффициент кпдшка полезного действия 85 и выше и так на основной линии 12 вольт он выдает 550 ватт то есть 92 процента мощности от сумм от суммы общей этот блок питания построен по схемотехнике cvt а с насчет китайскими конденсаторами 12 сантиметровым вентилятором на подшипнике скольжения имеет классическая групповая стабилизация на борту у него и так далее ну говорят не шумит и так далее но на высоких нагрузках все но будет шуметь тут надо смотреть уже отдельные обзоры а именно этого или другого блока питания кабели тут и не модульные нам это не надо его хватает так сказать для всех нужд усиленный 44 на 4 коннектор у нас имеется для видеокарты так что здесь у нас все хорошо входные напряжения от 110 до 220 вольт и так далее так что с этого блока питания можно уже начинать плясать на будущее ребятки на будущий апгрейд разгон здесь уже надо более мощные блоки питания применять и так блок питания выбрали идем уже ближе к корпусу ну и последний это корпус в данной подборке сайт gaga g.com выбрал залман z1 айсберг компактный но вместительный корпус под свое железо смотрите какая видеокарту у вас стоит а может вы взяли какую-то видеокарту бушную с большими размерами смотрите надо примерно обращать внимание на средний размер формат mini tower кому стекло это смотрите же по финансам кожухи для блока питания смотрите то же самое установка вентиляторов отдельно например закупать вентиляторы или уже установлены подсветка видеокарты например по длине например 33 сантиметра вот в данном варианте подсветку можно самому что-то изобразить так что по корпусам я вам очень сильно сейчас рассказывать не буду корпуса подбираем под micro atx mini atx и mini dtx тоже вот где-то вот под такие типы размеры подбирайте себе корпуса на этом принципе все в этом видео с помощью сайта x5 тут у меня избить а гаджи точка ком мы сегодня подбирали комплектующие для сборки довольно таки правильного хорошего компьютера стоимостью тысячу баксов разброс имеется где-то что-то можно будем говорить так вторичный рынок посмотреть попроще что-то взять но все-таки собрать хорошую железяку первое это у нас процик материнская оплата накопители и блоки питания здесь надо выбирать в принципе правильные хорошие мощные аппараты потому что мы выбираем аппарат за тысячу баксов а это серьезная штука удачи вам это канал отвертка канал домашнего мастера надеюсь данная информация была вам полезна подписывайтесь на наш канал ставьте нам лайки смотрите наши еженедельные стримы с нами будет интересно